Видео ведется на панорамную камеру 360 градусов Можете смотреть во все стороны Вверх, вниз, влево, вправо На мобильном устройстве можете управлять гироскопом Если управление гироскопом у вас не поддерживается То можете водить пальчиком по экрану И видео будет прокручиваться во все стороны Также, если вы смотрите на компьютере То можете, зажав левую кнопку мыши Поворачивать видео во все стороны Для наилучшего изображения в настройках ютуба Ставьте 4К и видео будет максимально четкое Которое может воспроизвести ютуб на панорамной камере Сейчас мы находимся на улице Напротив улицы Победа 244 И пойдем по улице Добролюбова На пляж Дельфин в Лазаревской Вот я стоял на улице Победа А сейчас уже иду по улице Добролюбова Что у нас тут есть? Столовая Разные гостевые дома есть Много гостиниц Какие-то гостиницы строятся Тротуара Тротуар есть, но на нем стоят машины Также Домашнее вино, наверное, есть Потому что есть виноградные беседки Я вижу, если кто-то там прям Сколько стоит, где хорошее Где какое вино Здесь, наверное, есть домашнее вино Номера, стоянка, вай-фай Ну, про вино Здесь есть мед Там они во дворе написано, что они продают мед Также вы полный спектр услуг Можете купить все майки, круги Как обычно везде Добролюбова 5 слева проходит Вы видите, как выглядит у нас Тротуар, стоят машины, паркуются Так что все, как я понимаю, ходят по дороге Не парятся Можно купить Разную вяленую рыбу Чурчелу, молочные коктейли И опять мы подходим К улице Лазарева Подходим к восточной кухне Тоже типа Кафе, типа столовая Джиппинг Все, все, все Все, чем В принципе, на каждой улице На каждом выходе к морю В Лазаревской все концептуально одинаково Вот вы видите Отлично Мальва растет Видите, смотрим не на меня А напротив меня Растет красивая мальва Столовая Прям все так красиво в цветочках Украшено Они сделали себе декоративное деревянное ограждение И мы подошли к улице Лазарева И попытаемся перейти дорогу Пешеходного перехода нету Пешеходного перехода Переход пешеходный Есть сбоку Но мы постараемся Перебежать дорогу Дочка, дочка Дай руку Как это будет происходить Я не знаю Но Машины едут со всех сторон Ближайший пешеходный переход В метрах Пятидесяти налево Сейчас у нас мы После черной После черной машины Мы перешли дорогу Но как бы не совсем это хорошо Лучше конечно пройти 50 метров И подняться Пройтись по пешеходному переходу Но тоже нужно ждать Пока машина остановится Так Проход на море Проходит по ступенечкам Или по пандусу В принципе вы даже можете С коляской попасть на море Переходим железнодорожные пути Нам горит зеленый свет Так что Дополнительно Внимательно Можно быть Там северная сторона Там южная сторона И вот Мы вышли С улицы Добролюбова С улицы Победа На пляж Пляж у нас Широкий Песчаный Есть набережная Давайте мы спустимся по пандусу И пройдем На сам пляж Так Погода у нас шикарная Сегодня у нас 29 Именно сейчас У меня 29 августа Ролик выйдет Там Через пару дней Вы это все Прекрасно увидите Знаки Берегись поезда Также вы можете Сделать разные Тату Цветной тату Тату с блестками Махэнди Разные такие штучки Можете сделать Прямо на море Я вижу Мужчина ходит Продает Корзины плетеные Вот Это Видите звук Значит скоро пройдет поезд Значит Осторожно Не надо переходить Железнодорожные пути Потому что приближается поезд Если вы Немножко слепой То также есть Звуковой сигнал Сейчас я Выхожу на пляж Пляж вы видите Пляж это Скорее всего Дельфин Тут есть массажный кабинет Тут песочный пляж Оборудован он Деревянными настилами И возле кромки воды Есть небольшая Немножко Полоска гальки А так в основном Свои Свои Пляж 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 Покупайте Покупайте красивые корзиночки Они очень красивые А сильные корзиночки Покупайте Покупайте Красивые корзинки Смотрите Идите выбирайте корзинку Нет, я просто поснимаю видео. Можно поснимать видео? А купите корзинку, как будете снимать. А по чём? Вы расскажите, по чём? Корзинки. Это 1200. Это 600. 700. 1500. 1000. Спасибо. Ну так купите. Так, смотрите. Корзинки продаются от 1200 и до 600 рублей. Можете себе купить корзинку. Ручная работа, плетёная. Также вы обращаете внимание на пляж, какая галька. Многие спрашивают, где крупная, где мелкая, какое море, сколько людей купается, сколько людей загорает. Сейчас мы потихонечку с вами пойдём, если, что я вам скажу, в сторону, сейчас я вам скажу. Так, 100 метров на северную сторону и там пляжа совсем нет. Там, где улица Победа соединяется с Лазарева, с северной стороны, с той стороны нету пляжа. От этого места 100 метров пляж ещё есть, а за 100 метрами пляжа совсем нет. И мы с вами потихоньку пойдём на пляж санатория Тихий Дон. Сейчас мы прогуляемся вдоль пляжа, вы увидите, сколько людей загорает 29 августа. Сколько людей загорает на пляже. Доченька уже наелась лаваша. Также мы брали недавно катамаран. Вы видели в предыдущих видео. Катамаран на пляже мы брали каком? Багратион стоило 700 рублей. На катамаран вмещается до 5 человек. На час вы можете взять катамаран и покататься. Вот 2 рубля нашёл. Видите, 2 рубля валяется. Так, можете покататься на катамаране. 5 человек, 700 рублей в час. Очень здорово. Рекомендую. Единственное, что когда мы катались, был небольшой ветерок и нас хорошо сносило. Чтобы постоянно держаться недалеко от того места, чтобы нас далеко не сносило, нужно постоянно подруливать, ну, нужно постоянно гребсти, чтобы далеко вас не снесло, чтобы обратно вы плыли не очень долго. За 10 минут может вас снести метров на 200. Такой вот был ветерок. Сейчас ветра вообще нету. Сейчас как раз самое время брать катамаран. Так что, когда вы его берёте, учитывайте и ветер, чтобы вас далеко не сносило. Так, вот на пляже также идёт набережная. Вы можете идти по бетонной части. Также есть деревянные настилы. И также вы можете идти вдоль пляжа. Сейчас у нас уже... Это Надежда бронировала катамаран с горкой. Надежда, подходите. Так, Надежда бронировала катамаран с горкой. Сейчас подъезжает катамаран. Вы можете взять катамаран. И ваш ребёнок может с горки прям покататься с катамарана в море. Даже будет у вас мини-собственный аквапарк в открытом море. Так, я иду. И потихоньку галечный пляж увеличивается и увеличивается. Так, но это ещё не пляж санатория Тихидон. Скорее всего, это ещё пляж Дельфин. А, это пляж Дельфин, потом пляж Свирский, а потом будет пляж санатория Тихидон. Вы видите, также у нас зону, выделенную для выезда катамаранов, всяких бананов и водных гидроциклов, плюс лодок. Там, где люди не купаются, там, собственно, где они не купаются, они тогда и не загорают. Вот вы видите, проезжает электрическая ласточка. Её совсем не слышно, она никак не мешает отдыху. Вот. Что хочешь? Я лежу на катамаране с горкой. Так, доченька опять хочет прокатиться на катамаране с горкой, но сегодня мы этого делать не будем, потому что у нас другая сейчас цель, немножко показать вам пляж Дельфин от улицы Добролюбова в сторону Свирского пляжа. Вы видите реально, сколько людей загорает. Шезлонги стоят 200 рублей в день, вы платите 200 рублей в день и можете полежать на шезлонге. Вы видите, что они почти все пустуют, а люди загорают на своих полотенчиках. Шезлонги стоят на песке, по песке особо неприятно лежать на полотенце и загорать, потому что когда вы мокрые, то всё к вам прилипает. Но вы также можете за 200 рублей взять себе шезлонг и лежать на шезлонге целый день. И утром, и вечером там на каждом шезлонге написывают номерок. Есть человек, который за это отвечает, у него тетрадочка, он записывает и смотрит, чтобы за вами был прикреплен определенный шезлонг на целый день. С определенным номером. Что я вам еще хочу рассказать. Вода немножко мутноватая, буквально вчера, позавчера был совсем хороший штиль, и вода была совсем прозрачная. Сейчас я вижу, что дна не видно, но если вы заплывете метров на 10, там уже будет хорошее дно, и без проблем вы его увидите. Вот такой вот у нас пляж Дельфин, осталось буквально 80 метров, и мы пройдем с вами весь пляж Дельфин, за которым начнется пляж Свирский. А Свирский пляж уже намного уже, чем этот пляж, который вы сейчас видите. Также мы подошли опять к новой зоне Посейдон. Ну, там стоит лодка Посейдон, всякие, также вы можете кататься с парашютом. Если один человек катается с парашютом, то это стоит 2000 рублей, а если два человека катаются с парашютом, то это уже стоит 1500 рублей. Вы можете со своим другом прокатиться на парашюте, либо они объявляют в микрофон то, что ждет. Допустим, один человек катается, и они зазывают второго человека, и вы можете с незнакомым человеком тоже покататься, сэкономить 500 рублей на прогулке с парашютом. Итак, вот мы подходим уже, уже через 50 метров будут бетонные такие штучки, где заканчивается пляж Дельфин. Что-то мне попало колючее в тапок, сейчас я отключусь, и это все будет. Вот я вытряхнул колючие камушки, и опять вы видите техническая зона, где никто не плавает, но выезжают катамараны. Напротив меня, кстати, спрашивали, Санта-Мария или работает катамаран, да, он ездит, двухэтажный катамаран прогулки вдоль набережной Лазаревской. Также там есть горка со второго этажа, вы можете покататься с горки, прямо с катамарана в море. Сколько это стоит, я не знаю, но катамаран работает. Также вот я смотрю то, что выносят бусы, разные продажи на море, продают разные бусы. Сейчас я выйду на деревянные настилы, и мы дойдем с вами до пляжа Свирский. Как совсем недалеко до него осталось, тут уже много мелкой гальки. Вы видите, сколько людей загорает, реально анализируйте. Также вы можете смотреть во все стороны. Видео ведется на панорамную камеру, 360 градусов. Можете смотреть во все стороны. И сейчас я вижу уже причал санатория Тихидон. Буквально отменяю метрах 200 пляж санатория Тихидон. Но между пляжем санатория Тихидон еще есть у нас пляж Свирский. Сейчас вы увидите... Доченька Жозефинка, сейчас вы увидите, как выглядит пляж Свирский. И по возможности мы пройдемся до пляжа Морская Звезда. Еще раз напомню, что 29 августа. Видео ведется на панорамную камеру. Можете смотреть во все стороны. Вверх, вниз, влево, вправо. На мобильных устройствах можете управлять гироскопом. И также, если у вас не поддерживает функцию управления гироскопом, можете пальчиком водить по экрану. И видео будет прокручиваться во все стороны. Вот здесь заканчивается пляж Дельфин. И начинается пляж Свирский. Также вы видите, как Свирская рука, Свирская река выходит сейчас в море. В устье реки я не рекомендую в этом месте купаться. Непосредственно там, где Свирская, ну где река напрямую выходит в море, купаться я не рекомендую. Сейчас вы сразу видите обзор пляжей в Лазаревской. 28-29 августа. Довольно-таки тепло. У нас уже начинается бархатный сезон. Но то, что отъезд отдыхающих, я не сказал по пляжу. Пляжи все у нас наполненные. И вы видите, какой у нас пляж Свирский. Сразу видно, что он в 10 раз меньше. Прямо реально. Вот вы видите пляж Свирский. Тот был у нас пляж Дельфин. Это пляж Свирский. И мы потихоньку пройдемся до пляжа Санатория Тихий Дон, который плавно превращается в пляж Морская Звезда, из которого можно выйти к Бирюзаму. Сейчас мы проделаем такой вместе с вами путь. Но тут видно, что тут зонтики над лежаками. Установлены зонтики. Также вы уже поняли, что все лежаки платные. Люди, многие лежат между лежаками на своих полотенцах совершенно бесплатно. Но если вы хотите полежать на лежаке, то, пожалуйста, заплатите 200 рублей в день. И над вами будет также зонтик. Так что, вот вы видите реально, какой пляж Свирский. Мы сейчас по нему пройдемся. И вы видите, что вы видите. Что тут людей гораздо меньше. Немного людей лежат на шезлонгах, а многие просто лежат на полотенцах. Пляж почти не оборудован деревянными настилами. Вот кусочек небольшой мне попался, повезло. Шезлонги есть, а деревянных настилов нет. Пахомов обязал все пляжи арендодатели, которые берут. Держи. Сейчас, одну секундочку. Сейчас мы с этого пляжа потихоньку придем в Бирзаму. И в Бургер Кинге доченька захотела молочный коктейль попить. Сейчас вы видите, анализируете пляж Свирский. Как я понимаю, сейчас мы находимся на пляже Свирский. Какой он ширины. Вы сами видите, сколько людей загорает. Какая погода 29 августа. Ну, пляж гораздо, гораздо, ну, не гораздо, он реально гораздо хуже, чем пляж Дельфин. А самый лучший пляж, по моему мнению, это же, конечно, пляж Чимитакваджи напротив гостевого дома Гавана. И именно напротив гостевого дома Гавана. Чимитакваджи у нас длиной 3 километра. И не все пляжи такие хорошие, как пляж напротив гостевого дома Гавана. Перед тем, как бронировать в моем доме, который находится по адресу магистраль 148, вы можете просто посмотреть на Яндекс.Карты. И там, в принципе, даже видно, ширина пляжа везде указана. Даже, например, сейчас я иду по, подхожу к пляжу в санаторий Атихидон. Вот такую желтую конструкцию вы видите. Это причал санатория Атихидон. Можете посмотреть по Яндекс.Картам по всему Большому Сочи ширину пляжа. Оно периодически показывает более или менее точную. И если вы включите снимки с экрана, ну даже Google, есть программка Google Планета, Google Earth. И он делает снимки периодически, каждый год, каждые два года делает снимки. И можно посмотреть, как уходил пляж со спутника. Допустим, говорите, там 90-е годы, 92-й, 95-й, 98-й. Вся планета, ну, наши пляжи, можно посмотреть, где они увеличивались, где они уменьшались. А пляж Чимитакважа, напротив гостевого дома Гавана, он как был широкий, так и остался на протяжении 90-х годов до сегодняшних дней. Пляж, пляж, напротив гостевого дома Гавана, он никак не уменьшился. А сейчас вы видите, пляж, как я понимаю, это уже пляж санатория Атихидон. Людей уже на пляже стало гораздо больше. Опять же, немногие люди берут шезлонги, но некоторые берут. И мы идем дальше. Я вижу, где-то мужчина окупается, сейчас вы сами, в принципе, это увидите, как мужчина окупается под большим, большой струей воды, скорее всего, морской. Где-то у пляжа Тихидон есть свой водозабор морской воды. У них есть какая-то насосная станция, которая наверх на гору доставляет морскую воду. Вот мы все идем, идем и идем. Намного здесь, тут пляжу не пройти, потому что плотничком стоят шезлонги. Опять же, пляж не оборудован деревянными настилами. Это минус. Сейчас мы еще под вопросом, как нам пройти с пляжа. Написано, техническая зона, есть ступеньки. На ту сторону пляжа мы не попадем по самой гальке, потому что тут выезд лодок, а придется нам... Пляж здесь закончился, и мы берем, и по ступенькам проходим по пляжу Тихидон. Вы видите, что под большим напором здесь типа массаж идет, гидромассаж. Можете лечь, и на вас будет видеть большая струя воды, или можете вот так вот вы купаться, не могу понять, это платно или бесплатно, но это и есть пляж санатуре Тихидон. Сейчас вы видите, как это выглядит снизу. Пляж. Сейчас мы пройдем дальше. Желающий погадаться на гидроцикле 10 минут стоит 1000 рублей. Тут есть массаж, мануальная терапия, номер телефона массажиста. И сейчас мы приходим на пляж Морская звезда. Или этот еще небольшой кусочек пляж санатория Тихидон. А потом есть пляж Морская звезда. Как их различить? Это очень непростое решение. И ну то ли это ну в принципе по идее это еще должен быть пляж санатория Тихидон. А потом мы выйдем на пляж непосредственно Морская звезда и выйдем к Березамолу, где доченька в Бургер Кинге попросила молочный коктейль. Так. Вы видите, что пляж потихоньку опять расширяется, людей увеличивается. самые вкуснейшие чебуреки. Вы, ну не знаю, все время, когда вы бронируете, вы можете написать в комментариях от какой улицы дойти до моря. Я сниму этот ролик от какой улицы дойти до моря. спасательный пост. Я сделаю этот обзор на панорамную камеру. Так, вы видите, реально уже количество людей здесь увеличивается. Открыто. Метеосъемка воздух 29 градусов, вода 25. На самом деле, я позавчера снимал температуру моря в Чимитаквадже. Пляж, схема санатория Бирюза. Санаторий Бирюза это значит, это что значит? Это значит, что у нас здесь уже пляж именно санаторий Бирюза это значит морская звезда. Это уже не Тихидон, не санаторий, а Тихидон. Пару дней назад я брал температуру воды и мерил на градуснике в Чимитаквадже она была 29 градусов. Сейчас реально когда мы ехали вчера днем машина показывала, что температура воздуха 32 градуса, а температура моря пару дней назад было 29 градусов. Через день-два я сниму вам ролик вот граница пляжа Тихая Гавань санатория Тихидон. Пляж санатория Тихидон и пляж Тихая Гавань. Как это понять? Пляж санатория Тихидон наверное называется Тихая Гавань и мы потихоньку приходим к пляжу или здесь Тихидон здесь Тихая Гавань но потихоньку мы выйдем на пляж в конце концов Морская Звезда на самом деле очень где я иду для меня просто меняется ширина пляжа появляются настилы лежаки одни и те же как бы вы идете и напрягаетесь пляж Тихидон пляж Морская Звезда пляж Дельфин пляж Свирский на самом деле по факту это один тот же пляж просто его разные кусочки арендовали разные люди в углу администрации и начали придумывать там разные названия для гостей города курорта Сочи по факту никакого отличия нету какая разница кто его арендовал вот вы видите селфи в розовом купальнике делают отличный селфи там прыгает мальчик очень высоко его вниз опускает и он высоко-высоко подпрыгивает чуть ли не на высоту двухэтажного дома метров на 6 его поднимает вверх вот все-таки что хочу сказать здесь когда-то для санатория Тихидон начинали строить причал его чуть-чуть построили но со временем его он весь разрушился и вот то что осталось от санатория Тихидон и вы видите звуку очерчено опять то место где выплывают катамараны люди здесь все-таки лежат но они купаться здесь если в этом месте на вас наедет катамаран или лодка то никто ответственности касательно это не несет потому что эта зона отдельно отчуждения для выезда морского транспорта в одном из роликов я говорил что когда-то в начале когда это все было когда я еще учился в школе когда я учился в школе где-то в 95-97 году был в моем классе учился мальчик со своим другом он в море катался на надували камеру типа большой черный круг и какой-то человек просто человек на гидроцикле проехал или рядом с ними или прям прям вплотную к ним один мальчик сразу утонул так что вы особо гидроцикл дают управлять всем без водителя инструктаж только говорят едете глубоко в море и далеко в море едете и там вы катаетесь так что родители особенно которые с детьми которые плавают возле моря смотрите что гидроцикл не всегда управляется водителем тот который прошел весь инструктаж так что может человек быть немножко неадекватный взять гидроцикл на море желательно рядом с ними не плавать если он подходит то быть особо внимательными не нырять в этом месте не выныривать не играться и там где зона выезда гидроциклов где огорожено где огорожено эта зона там где они выезжают там не купаться сейчас вы видите пляж морская звезда и мы потихоньку уже придем к бирюза мол прокат катамараны водная горка это это настоятельно я всем лично рекомендую родителям которые отдыхают с маленькими детьми смотреть очень внимательно за детьми так что мы где идем сейчас тут какой-то деревянный пляж морская звезда и сейчас мы обычно идем от береза мол а сейчас мы выйдем как раз напротив береза сейчас вы также видите что река выходит в море и желательно в этом месте не купаться вот вы видите прямо река выходит в море я бы метров 50 в разные стороны не выходил если бы она ушла бы под землю тогда можно купаться без проблем и в Чимитаквадже у нас есть мини-река которая до пляжа не доходит а сразу уходит под землю и мы все время ложимся и купаемся прямо при выходе через пляж Жозефина все свое детство купается там и никаких у нас ни отравлений ничего такого не было а там где река без камней сразу выходит в море бывают как вам сказать такие кишечные палочки чем больше температура вода тем быстрее это все развивается и в этом месте желательно рот не полоскать а если вы река не выходит можете конечно заплыть метров метров подальше метров 50 80 от берега и полоскайте все что хотите но возле пляжа где река выходит в море 100% не надо этого делать вот вы видите гидроцикл напротив нас катается разными разными но это видно что сам водитель катает маленького пассажира попросил кто-то ребенка покатать и он его выкатывает он делает все эти кульбиты только в зоне там где где огорожено где люди не плавают на каждом арендованном пляже есть вот такие вот буйки рядом с которыми нельзя плавать это зона выход выезда только мотоциклов катамаранов лодок парашютов бананов и всех разных а он катал девушку он катал не мальчика катал девушку она вылезла очень довольна ей нравится вот по идее мотоциклы гидроциклы не должны делать разные опасные такие трюки которые как он сейчас катал девушку рядом с пляжем где плавают люди а только непосредственно в этой зоне раньше это было не прописано и вы сами понимаете что происходит вот тут же дежурит пожарный и мы потихоньку идем к березамолу вот они встали и также мы вот вы видели обзор пляжа дельфин пляжа свирский пляжа санатория тихий дон пляжа санатория гренада и пляжа морская звезда который выходит на к березамол вот такой вот у нас кстати разные переводилки это маленькие переводилки стоят 50 рублей а большие переводилки стоят 100 рублей вы можете на лето себе сделать такую переводилку вы из одном роликом в одном из роликов я был с такой переводилкой себе кого я перевел я какого-то там льва себе перевел тигра походил с ним денек а потом когда я купался или то что я мочалкой прошелся один раз по руке просто проскалил мочалкой или теплой воды все цвета сразу ушли и он стал такой черно-синий как бы если вы совсем не будете мыться третью мочалкой и под горячую воду выставлять то может быть две недели она у вас останется но один день я с ней походил на следующий день я искупался в душе и сразу все цвета потеряли свою свою яркость остался только синий ну какой-то синий зеленоватый и черный цвет вот мы подошли к улице Лазарева сейчас будем переходить дорогу и пойдем в Бургер Кинг пить молочные коктейли кушать наггетсы и рекомендую перед тем как вы это пойдете поставить приложение Бургер Кинг на свой смартфон и тогда вам будет скидка в районе 20-30% лучше заказывать через приложение выбираете то что вы хотите покушать говорите непосредственно на кассе циферки и у вас все получится на порядок дешевле вот вы видите передо мной Береза Мой где есть Бургер Кинг где доченька хочет выпить молочный коктейль так что вы задаете свои вопросы комментарии предложения пишите в комментариях я на всех на них отвечу сейчас вы плавно переходите на эту рубрику ответы в комментариях вот мы попали на рубрику я читаю ваши комментарии и отвечаю на ваши вопросы пользователь Вован 1698 Андрей расскажите пожалуйста а что будет если в черное море утонет открытый кислородный баллон открытый кислородный баллон что будет будет конец света всем вообще кирдык почему потому что море у нас до 200 метров оно обитаемое а после 200 метров у нас сероводород в море идет насколько я знаю насколько я читал то что 200 метров у нас нормальное море а все что ниже 200 метров там у нас сероводород а море глубиной местами до 1200 1800 метров но открытый кислородный баллон туда до 200 метров он просто весь кислород уже выйдет пока он утонет но если вдруг там что-то взорвется на ниже 200 метров то то будет апокалипсис сегодня так за чистое небо озеро что это что-то мы мы поломали ты поломал мои стереотипы относительно лазаревского я сначала не понял где ты находишься у нас в волго-ахтубинской пойме именно так и все именно так все и выглядит погуглим круто спасибо три точки а то надоели эти пляжи если честно так ну в основном людям интересно на самом деле смотрю о популярности роликов на самом деле интересно пляж цены рынок что на пляже стоит что стоит на рынке это ты у нас такой избранный тебе интересно что-то еще помимо пляжей цен а топовые топовые просмотры это цены на пляже цены на рынке и центральный пляж так озеро действительно мега суперское как бы я сам первый раз там проходил я ну видел когда оно было не обустроено а сейчас его обустроили кто-то еще писал про бесплатно ли там беседки беседки там не бесплатно вы платите определенную какую-то стоимость за пользование беседки и мангала и наверное можете там быть как бы нету смысла людям делать беседки и мангал чтобы потом это бесплатно кто-то кто-то там что-то жарил чтобы за ним кем-то убирать это просто как бы нецелесообразно так Анатолий Мирошниченко Андрей привет как ты считаешь отдых у вас дорогой фрукты дороже чем в Сибири и так далее цены за проживание умопомрачительная цена за проживание умопомрачительная за что за то что вы не хотите трудиться вот поэтому Турция сейчас секундочку так папа папа да доченька папа вот поэтому Турция нажимаю чтобы открыть вы его наверное что-то именно того не могу прочитать а опять Анатолий Мирошниченко интересно интересно за твое мнение дорого ли отдыхать на югах России почему у вас фрукты дороже чем в Сибири не говорю о ценах проживания вы насосы так короче что-то ты тут намудрил но ладно как ты считаешь отдыхать отдых у вас дорогой отдых у нас сейчас давайте запомним про поводу отдыха если брать мой гостевой дом самый дорогой месяц проживания 750 рублей с человека давайте посчитаем обычно приезжает двое родителей и ребенок 750 умножаем на 2 получается полторы тысячи рублей плюс ребенок делаю скидку 50 процентов получается сколько 375 но грубо говоря давайте округлим до 2000 рублей в сутки трехместный номер проживания в двух минутах от моря средний срок проживания 2000 ну 2000 рублей в сутки средний срок проживания 10 дней за 10 дней отдыха вы за проживание даете 2000 рублей 20 тысяч рублей стоит проживание 20 тысяч рублей плюс оборудованы кухни где вы можете сами себе готовить лично мы семья из трех человек живя здесь покупая продукты на нашем рынке овощи фрукты мясо все в лазарьской тратим на питание за месяц за 30 дней 30 тысяч значит следовательно за 10 дней вы потратите на на еду 10 тысяч рублей чтобы прокормиться итого получается 10-дневный отдых с проживания плюс питание 30 тысяч рублей плюс допустим ну я не знаю чем вы дальше живете тем дороже на из Краснодара из если вы живете в Краснодаре ну самый ближний кто к нам ездит на ласточки вы можете доехать что там 400-600 рублей с человека стоит 600 рублей с человека приехать в Лазаревскую и из Лазаревска еще плюс 35 рублей но на все про все вы 10 дней можете отдохнуть на 35 тысяч рублей можно отдохнуть 10 дней в Чимитаквадже в гостевом доме Галвана в моем гостевом доме дорого это или нет если вы знаете где вы можете дешевле отдохнуть за 35 тысяч на 10 дней выезжая с Краснодара с проживанием с питанием с условием то что вы будете все готовить можете конечно написать в комментарии что но это если брать гостевые дома цены невысокие но если вы хотите отдыхать все включено все включено это первым завтраки и ужин допустим мы нет нет раз в год ездим в отель богатырь на одну ночь это где сочинский олимпийский сочинский парк там минимальное проживание в сентябре в сентябре не в пик сезона в сентябре я смотрел стоит около 12 тысяч рублей в эту стоимость входит завтрак ну и вы можете также попасть в парк сочи если вы бронируете больше трех дней в сентябре тогда у вас будет еще и ужины это ну грубо говоря умножаем на 10 дней 12 тысяч на 10 дней это за 100 с чем-то выходит что вы получаете за эту стоимость вы проживание в гостинице с кондиционером со своим санузлом с завтраком ужином и можете каждый день ходить в олимпийский парк но на самом деле один день вы сходите покатаетесь на всех горках как бы я не думаю что вы прям каждый день будете ходить в олимпийский парк потому что нам одного дня хватает эмоций на весь год это уже у вас выходит за 120 тысяч рублей 10 дней плюс плюс опять же приехать откуда вы приезжаете трансфер я стоимость как бы в эту стоимость не включал что из России из России если вы прям отдыхаете по горячим путевкам говорят ну гости мои которые отдыхают у меня они периодически тоже отдыхают и в Турции есть говорят какие-то горячие путевки за 20-30 тысяч рублей можно в пятизвездочном отеле поехать в Турцию отдохнуть неделю первое второе третье пятизвездочный отель все включено вообще мега нереально за 20-30 тысяч рублей да но я наслушаюсь и тоже хочу поехать за такие деньги по горячей путевке открываю интернет смотрю открываю тот же самый отель Аланье ищу тот же самый отель из Сочи не летает нужно ехать из Краснодара минимум отдых на трех человек на 7 дней он мне выдает 150 тысяч рублей дорого где дорого ну короче если сервис в чем фишка или вы отдыхаете по домашнему в гостевом доме это выходит недорого я считаю а если а если вы берете пятизвездочный отель в Сочи и пятизвездочный отель в Турции то в Сочи в пятизвездочном отеле гораздо дороже отдохнуть и плюс выходя за границы отеля сервиса будет намного меньше чем сервиса в Турции если сравнивать пятизвездочные отели а если сравнивать маленькие гостевые дома то сколько стоит здесь отдохнуть у вас выйдет только один перелет туда если вы идете в эконом Турции если вам конечно везет вы берете горящие путевки это очень здорово но такого лично в моей жизни не было что еще хочу сказать про цену арбузы уже 30 рублей когда-то они были 20 рублей а сейчас арбузы 30 а вы пишите что у вас где-то арбузы по 8 ну цены такие есть вот все что хотел сказать по ценам рассказал еще плюс экскурсии плюс экскурсии у меня знакомая поехала отдыхать в Египет в Египет недалеко от пирамид спрашиваю на пирамидах были и не были а где-нибудь были нет за предел отеля не выходили как бы были в Египте но за предел отеля особо не выходили потому что когда оплачиваете если вы хотите какие-то экскурсии то они начинаются от 30-50 евро с человека выходит экскурсия за 30-50 евро 50 евро это 3000 рублей это вы сутки можете вас из Лазарьской возьмут привезут в Абхазию за границу там будут катать и все это покажут это за 50 евро вы можете такую экскурсию сделать которую за границу за 50 евро она будет в 3 раза меньше как бы экскурсии там относительно очень дорогие а тут плюс вы можете самостоятельно вы живете в России вы владелец носитель своего языка вы можете за 35 рублей поехать на водопад ну за 35 плюс 100 рублей вход в национальный парк и побывать везде а там экскурсия начинается от 30-50 долларов с человека как бы решать вам где дороже отдыхать но если сравнивать пятизвездочные отели то конечно в России пятизвездочном отеле отдыхать дороже чем пятизвездочном отеле в Турции на порядок так это про цены фрукты дороже сколько стоит проживание вы поняли Сергей Савин обалденный вид на поселок с моря да опять же в прошлом ролике я катался с катамарана катамаран стоит 700 рублей вместимость 5 человек сейчас вы можете покататься на катамаране и увидеть великолепно всю панораму поселка это ну поделите там 100 с чем-то рублей из человека дорого это или нет решать опять же Анатолию Мирошниченко так кому-то понравился мой комментарий а вот Анатолий Мирошниченко Андрей привет интересно знать твое мнение дорого ли отдыхать на югах России почему у вас фрукты дороже чем в Сибири почему у вас фрукты дороже чем в Сибири опять же отдыхали у нас гости из Ростова говорят что фрукты фрукты в Ростове в Магните фрукты овощи стоят дороже чем в нашем Лазарьском Магните семейном потому что у них у нас привозят грубо говоря с Кубани еще плюс там какие-то турецкие израильские фрукты египетские а у них привозят фрукты с их местных ферм там экофермы там все эко-эко-эко и фрукты дороже чем в нашем Магните фрукты овощи те же самые огурцы и помидоры в Ростове дороже они у вас дешевле потому что где вы живете там производство дешевле поэтому оно дешевле у нас к сезону поднимается все даже вот нет-нет я захожу иногда в Бургер Кинг там есть акции можно там купить кофе зимой за 55 рублей можно купить кофе летом это же по акции его нельзя купить летом вы можете то же самое кофе которое вы зимой покупаете за 55 летом он стоит уже 90 как бы вот что сейчас вы что-то много писали сейчас я еще раз прочитаю твое мнение дорого ли отдыхать на югах почему у вас фрукты дороже чем в Сибири потому что вам наверное везут из Китая и поэтому у вас китайские фрукты намного дешевле чем у нас так говорю о ценах за проживание цены на проживание все в зависимости от того где ты хочешь жить хочешь жить в гостевом доме хочешь жить в пятизвездочной гостинице в Риксосе тоже можно пожить за 50 тысяч рублей в сутки Риксос есть такой же Риксос есть и в Турции который мне кажется будет немножко дороже чем 50 тысяч рублей в день стоить и также ты можешь поехать на Розу Хутор за 50 тысяч рублей в Риксосе пожить без проблем как бы любой каприз за ваши деньги так что подписываемся на канал пишем в комментариях чтобы я вам что-то рассказал показал то что я знаю об отдыхе цены какие у нас вы ориентировочно уже понимаете в мае вы можете приехать за 400-450 рублей с человека в гостевой дом Гавана это точно знаю про свой гостевой дом и в августе в самый пик у вас будет 750 рублей с человека плюс детям до 12 лет скидка также так же что вы можете отдохнуть в гостинице можете отдохнуть в Ладовской любых гостиницах на Розе Хутор построили много отличнейших отелей можно даже найти все включено в Сочи парке горы цены начинаются от 10 тысяч рублей за двухместный номер и предела нет вы можете снять виллу тратить деньги вы свои можете как хотите а так эконом-отдых в августе в самый пик сезона обойдется в 30 тысяч рублей на 10 дней на семью двое взрослых и ребенок дорого это или нет решать вам у каждого свой заработок вот что хотел сказать подписываемся на канал до новых встреч пишем в комментариях от какой улицы дойти до моря все сделаем до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...